Всем привет! Сегодня будем готовить ленивую очму. Для тех, кому лень готовить тесто, это самый легкий вариант и очень вкусный, ничем не отличается от настоящей очмы. Итак, нам нужно 3 яйца, 5-6 столовых ложек сметаны, перемешиваем. Перемешали, добавили пол-литра молока. Перемешали, чуть-чуть посолили. Вот это чайную ложку соли. Перемешали. Отложили пока. Для начинки нам понадобится 250 г творога, 250 г любого сыра. Бренза это может быть желтый сыр, твердый, то есть любой. Если сыр твердый, соленый, то творога можно сделать побольше. У меня как бы один к одному. 250 г творога, 250 г сыра. Все хорошенько перемешиваем. Прямо вот, чтобы творог с сыром смешался. Попробуйте на соль. Пробуем на соль. У нас соль, все нормально. Итак, начинка у нас готова. Откладываем. У меня вот такая вот форма прямоугольная. Нам надо теперь лаваш этот вырезать под эту форму. Итак, у нас такой вот лаваш рулетиком. Нам надо нарезать под форму нашу, такими же прямоугольниками. Ничего себе длины. Итак, проверяем. У нас приблизительно должно быть... Померили. Вот. Нет, это длина. Так вот. Итак, здесь нарезали вот такой вот, такого вот размера. Вот так вот. Все должны быть этого размера теперь. Так. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 слоев. Начнем. Что мы делаем дальше? Вот этот соус, который мы приготовили. Берем лаваш, макаем сюда. Нам нужно ее хорошенько намочить. Намочили, поставили в форму. Можно без бумаги, но у меня просто форма плохая. Чуть-чуть наливаем этого соуса сверху. Так, здесь у нас края немножко торчат. Ну, хотя пускай торчат. Вот. Сверху начинку. Положили начинки. Так, вот эту длину чуть-чуть уберу. Дальше делаем так же. Намочили хорошенько. Хорошенько. И сюда же. Сверху. Еще соуса польем. И начинку. Следующий слой. Так укладываем все слои наши. Делать это очень быстро. Так, это края не отрызала. Эти маленькие кусочки тоже используем. Так что ничего страшного. Ничего не пропадет. Польем соусом. И начинку. Так, теперь нож порванный. Так, можно эти, которые остались, мелкие остатки, тоже туда. Так, чтобы ничего не пропало. Так. 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 Продолжение следует... Сверху наш последний слой. Польем соусом. Не волнуйтесь, что много жидкости. Питается лаваш и лаваш будет мягкий. Ставим в духовку, заранее разогретую, на 180-200 градусов до румяной корочки. Итак, наша очма пропеклась. Смазываем слегка сливочным маслом. Верхняя часть хрустящая, а внутри мягкая-мягкая. Так, достаем из формы. Очма наша готова. Посмотрите, я нарезала в горячем виде, чтобы вам показать. А вообще лучше дать остыть, потом нарезать. Тогда слои больше видны. Но у меня и так хорошо. Вот такая очма у нас получилась. Она мягкая-мягкая внутри. Ну а у меня все. Всем приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok